Гусь-свинье не товарищ. Сегодня настроение у маленькой Лены было не просто хорошим, а замечательным. Она проснулась, когда первые солнечные лучи только-только начали пробираться сквозь деревянные окна, выкрашенные белой краской. И сразу же тихо, стараясь не разбудить спящую рядом маму, прошлепала босыми ногами в коридор, где на дверце обшарпанного шкафа на тонкой металлической вешалке висело ее новое школьное платье – белый парадный фартук. Лена, такая худенькая и миниатюрная, казалась совсем маленькой, хотя сама, конечно же, так не считала, ведь уже сегодня она будет носить гордое звание первоклассницы. Чтобы совершить задуманное, она подставила к дверце маленький зеленый табурет, но на носочки ей привстать все же пришлось. И вот, победно держа в руках коричневое платьице, она уже вовсю крутилась с ним перед зеркалом. Зеркало было треснувшим в нескольких углах, а школьное платье – самым дешевым из тех, что были в магазине. Фартук же мама сшила Лене из старого тюля, который раньше украшал окно на кухне. Их маленькая семья жила бедно, и даже сейчас, когда девочка пошла в первый класс, денег на новый нарядный фартук и ранец у них не было. Все уходило на продукты, на дрова для печки и другие необходимые расходы. Но маленькую Лену это совсем не расстраивало. Мама ей с детства говорила, что самое главное в жизни – это любовь, а материальные блага – вещь приходящая и уходящая. Девочка была еще слишком маленькой, чтобы понимать всю серьезность вещей, которые ей говорила мама. И иногда очень расстраивалась, когда, играя во дворе, видела, как соседские девочки возят кукол в маленьких колясках. Женщина все понимала, никогда не ругала дочь. Они в такие моменты вместе садились за старую швейную машинку, которая по чистой случайности однажды появилась в их доме. Так что сшитых мамой игрушек у Лены было очень много, и она бы ни за что не променяла их на пупсов из магазина, даже самых новых и красивых. Маму девочки звали Зинаида Юрьевна, а отец умер несколько лет назад от сердечного приступа. Он работал, начиная с 13 лет. Труд его был преимущественно физически тяжелым, и его здоровью это нанесло непоправимый вред. Женщина очень тяжело переживала потерю любимого мужа, но нужно было двигаться вперед, несмотря ни на что. На ее руках была еще совсем маленькая дочь. Поэтому к работе санитарки в местной больнице добавилась еще и работа уборщицы в вечерней школе. Весь быт свалился разом на ее хрупкие женские плечи. Хоть Зинаида и никогда не чуралась любой работы, первое время было действительно тяжело. Но Лена подрастала и стала для матери настоящей помощницей. В свои семь лет она уже убиралась в квартире, готовила несложные блюда на обеды и ужины. Завтракали они преимущественно вместе, и утреннее блюдо всегда готовила Зинаида. Помогала носить дрова для печки из старого сарайчика, и даже сама кипятила воду в чугунной кастрюле. В общем, занятия у нее были совсем не детские. Однако девочке очень нравилось, что ее мама могла положиться на нее. Она чувствовала себя очень взрослой, старше тех девочек во дворе с колясками и куклами. Через полчаса проснулась Зинаида. Она обещала испечь дочке блины на завтрак и даже достала баночку варенья, подаренного одной из коллег в больнице, которое было припасено на особый случай. Они позавтракали, обсуждая переполняющую их сердца радость от такого незабываемого дня. Женщина заплела дочке ее длинные русые волосы в две косички с красными атласными лентами. На бантике денег тоже не оказалось. И до самого выхода Леночка крутилась возле зеркала под наставление матери. «Какая же ты красавица у меня! Просто куколка! Учись хорошо и приноси домой побольше пятерок!» Лена закивала и затороторила. «Да, конечно, мама! Я обязательно буду отличницей и в пионеры пойду!» Мечтательно протянула последнюю фразу девочка. «Все дети в ее дворе хотели быть пионерами!» «Ну, до пионерки тебе еще три года в октябрятах ходить!» Улыбнулась женщина, нежно погладив светлую макушку ладонью. «Это абсолютная несправедливость! Я ведь уже совсем взрослая! Почему мне сразу в пионерке нельзя?» Мама только засмеялась, опустилась на корточки и крепко обняла дочь. Через дорогу от их деревянной двухэтажки располагался частный сектор, и в нем, в кирпичном просторном доме, также торжественно начиналось утро другой семьи. Мальчик по имени Леша сегодня тоже начинал свою школьную жизнь. Его отец, Анатолий Алексеевич, занимал не последнее место в горосполкоме, и их семья ни в чем не нуждалась. Мать, Ирина Сергеевна, сидела дома и через стилу занималась домашним бытом, ведь больше всего ее интересовала собственная внешность и красота. Она была из тех людей, которые считали, что вся советская одежда и техника – ширпотреб и безвкусица. Поэтому ее муж прилагал много усилий, чтобы через знакомых доставать что-нибудь заграничное. Ирине Сергеевне нравилось выделяться и показывать всем свой статус, не только на себе, но и на сыне. Школьная форма полагалась всем одинаковая, а вот ранец был привезен из ГДР, коричневый, из блестящей натуральной кожи. Леше было все равно и на ранец, и на школьную форму, да и в целом он совсем не хотел учиться. Больше всего мальчик ждал уроков физкультуры, чтобы погонять мяч, а остальное его совершенно не интересовало. Особенно плохо он был в математике, за что получал от отца, когда они вместе учили таблицу умножения и решали самые простые действия с цифрами. Анатолий очень хотел, чтобы оболтус Леша взялся за ум и в будущем стал таким же успешным, как и он сам. А для этого, как он всегда говорил мальчику, нужно приложить много усилий, а не заниматься ерундой. Алексея часто усаживали за книги, которые он просто терпеть не мог. Он часами читал одну страничку, то и дело поглядывая в окно, и мечтал погонять с ребятами мяч. Вот и в это утро он совсем не хотел никуда идти, однако выбора у него не было. И после того, как мама зашла в его комнату, чтобы его разбудить, ему пришлось собираться. Единственное, что его радовало в перспективе идти в школу, это то, что там он обязательно найдет себе закадычных друзей, с которыми сможет постоянно гулять. А еще лучше затевать всякие шалости в учебном учреждении. «Будь добр, сделай так, чтобы нам с матерью не пришлось за тебя краснеть. В нашем городе все прекрасно знают, чей ты сын, так что никаких глупостей, ты меня понял, Леш?» Отец хмурил брови и пристальным взглядом смотрел на сына сквозь стекла очков. «Да, пап!» Лешу ужасно раздражало следовать каким-то правилам. Он в свои семь лет уже знал о том, что его семья, что называется, образцовая. Да настолько, что это почему-то мешало ему быть обычным ребенком. Но отец вдруг смягчился, а мать достала из холодильника коробку с какими-то пирожными. У Леши загорелись глаза, и вся обида на родителей улетучилась, будто бы ее и не было совсем. «Только сначала каша, и чтобы тарелка пустая была!» нарочито строго сказала мама, поставив на стол глубокую тарелку с овсянкой. Зря он перестал обижаться. Очень зря. Линейка в школе была действительно торжественная. Играла музыка, дети из старших классов приготовили выступления и сценки. Лена была в восторге, да в таком, что так и стояла в кругу своих новых одноклассников с открытым ртом. Кто-то даже успел посмеяться над излишне впечатлительной девочкой. А Леша тем временем уже успел найти среди ребят знакомых и друзей со двора, перекинуться с кем-то парой фраз и даже ребятам постарше по-взрослому пожать руку. Сразу после линейки их ждали несколько уроков, и первым был урок мира. Классную руководительницу звали Наталья Львовна. Она пересчитала ребят и повела их в здание школы. Вокруг все пестрило красными знаменами, а в холле была огромная доска почета, на которой среди пионеров-героев войны, учившихся здесь когда-то, выделили место и для лучших учеников гордости школы. Когда Лена проходила мимо, она решила, что тоже очень хочет однажды оказаться тут. Стать гордостью для своей мамы, чтобы ей больше не пришлось работать так много. Придя в класс, учительница сразу принялась окликать детей по фамилиям и рассаживать их за парты. «Петрова Елена!» Услышав свою фамилию, девочка сразу ринулась вперед. «Садись за вторую парту к Виноградову!» Уже более спокойно она подошла к своему месту и посмотрела на своего соседа. Темные растрепанные волосы, карие большие глаза. Мальчик выглядел так, будто уже успел где-то набегаться от души. Она пару раз видела его в своем дворе, но близко они никогда не общались. Кажется, он не очень рад был соседствовать с Леной. «Мне не нравится, что нам обязательно нужно сидеть с девчонками!» Шепнул он ей так, чтобы учительница не услышала. Однако та в любом случае была занята размещением оставшихся детей. «А я необычная девчонка!» Лена улыбнулась. «А ты докажи!» Упорно настаивая на своем, все тем же шепотом сказал мальчик. «Я дрова умею рубить!» «А зачем тебе их рубить? Ты же девочка!» «Вот поэтому и необычная! Я маме помогаю!» «Меня Леша зовут! Приятно познакомиться, девочка-дровосек!» Мальчик протянул ей руку, и они обменялись рукопожатиями. На уроке мира ребятам рассказывали про Ленина, Сталина и про остальных, знакомых им всем с раннего детства политических деятелях, посвятивших свою жизнь их стране. Часть ребят сидели и завороженно слушали про подвиги пионеров и про великую социалистическую революцию. Но некоторые дети, не привыкшие так долго сидеть и что-то слушать, явно скучали и уже думали, чем бы себя занять, поглядывая по сторонам. Однако впереди было еще несколько уроков, а в голову, как назло, ничего не приходило. Несмотря на такие разные взгляды на учебу, Лена и Леша быстро поладили. Оказалось, что девочка не просто так видела его в своем дворе. Леша жил совсем рядом с ней, поэтому они оба решили ходить в школу и домой вместе. Как Лена и обещала маме, домой она приносила только пятерки. Да и учеба ей давалась относительно легко, несмотря на то, что на нее еще были возложены домашние хлопоты. Но после того, как дочь пошла в школу, Зинаида вновь взяла большую часть обязанностей на себя, чтобы не нагружать ребенка. Леша же всеми силами сопротивлялся воле родителей и ни в какую не хотел учиться, то и дело влипая в разные неприятности. Единственное, с чем у него не было проблем, так это с физкультурой и чтением. Мальчик очень любил спорт и был активным. А книжки его заставляли читать мать с отцом еще с раннего детства, так что читал он в классе лучше всех. У Лены дома было всего несколько книг, и когда она заинтересовалась чтением, Леша предложил принести ей часть своих. Именно так началась их общая любовь к книгам. Даже мальчик пересмотрел свои взгляды на это занятие, и оно предстало для него в совсем новом свете, стало увлекать. В начале ноября их посвятили в октябрята. Это был не менее торжественный день, чем линейка по случаю начала учебного года. В местном доме культуры повсюду развесили агитплакаты, звучал гимн Советского Союза, а в углу стоял гипсовый бюст Ленина. Лена поделилась тем, что ее назвали именно в честь него. Алеша сказал, что глупо называть детей в честь незнакомых людей, пусть даже они и такие великие. «Меня вот в честь дедушки назвали, он войну прошел до самого Берлина». Мальчик говорил это с искренней гордостью. «А сейчас в деревне живет с бабушкой, меня к ним родители иногда погостить привозят». «Ого! Твой дедушка настоящий герой! А у меня никого нет, кроме мамы. Был еще папа, но он умер, когда мне было три годика. Именно он меня Леной и назвал». Девочка поникла и опустила голову. «О, ты прости, пожалуйста, я забираю свои слова назад. Мне твое имя очень нравится», сказал ей мальчик и взял за руку. В тот день каждый из ребят получил значок с изображением маленького Владимира Ульянова. Учебный год пролетел незаметно, по крайней мере для Лены. Она все время участвовала в октябрятской деятельности, постоянно учила уроки и все так же ходила до школы и обратно вместе с Лешей. Иногда он даже специально ждал ее, когда у нее были какие-то внеклассные дела и гонял с второклассниками мяч на спортивном поле. Ребята очень крепко сдружились и казалось, что совсем ничего не может разрушить их дружбу. На лето мальчик уехал к своим бабушке и дедушке, а Лена осталась в городе. Помогала маме, гуляла с одноклассницами во дворе и очень скучала по своему другу. После летних каникул, когда ребята пошли во второй класс, Лешу будто бы подменили. Он начал усердно стараться и заниматься учебой. Девочка была рада, что ее вечно шебутной сосед по парте наконец-то сидит теперь смирно. Единственным, что все еще никак не давалось мальчику, была математика. И Лена всегда вызывалась помочь ему за всякими задачками. Так они начали делать уроки вместе. Ходили они домой к Леше. Девочка очень стеснялась своей квартиры и не хотела звать туда своих друзей. Ей всегда было неловко видеть быт Леши. У того был и телевизор, и стиральная машинка, и даже домашний телефон. Как-то он спросил ее номер телефона, но девочка только плечами пожала. «А у меня нет телефона. Мы родственникам письма пишем». Просто ответила она. И следующим летом, когда Леша снова уехал в деревню, девочке приходили письма, его пока еще кривым и не очень разборчивым почерком. В начале четвертого класса их наконец-то приняли в пионеры. Лена была настолько горда собой, что каждое задание, которое она получала, выполняла с большой ответственностью. Ей совсем не в тягость было взять шефство над младшеклассниками, собирать макулатуру и продолжать усердно получать одни лишь пятерки. Леша был рад, так как его отец, который уже которое лето подряд строго шпынял мальчика за любые проступки, наконец был им доволен. Вовлеченность в разного рода деятельность для него была лишь возможностью укрыться от строгих родителей, которые от сына ждали только примерного поведения и правильных поступков. Конечно же, в четвертом классе добавилось уроков, а еще многие пошли на дополнительные секции. Однако энергии у ребят из-за этого совсем не убавилось. Каждый, особенно мальчишке, чувствовал себя уже достаточно взрослым, чтобы устраивать разного рода шалости во время уроков и на перемене. То мелом стул учительницы вымажут, то на доске плохое литературное слово напишут. Леша тоже, несмотря на то, что делал успехи в учебе и вроде бы был примерным пионером, иногда выступал в роли затейщика всяких детских забав. А еще в этот год весь класс Лену и Лешу начал дразнить телители теста жених и невеста. И на их дружбе это оставило определенный отпечаток. Они перестали ходить домой, держась за руки, ждать друг друга после внеурочной деятельности и даже болтать на переменках. Лена нашла себе подружку в лице девочки Маши, которая тоже жила неподалеку от ее дома и теперь чаще ходила домой с ней. А Леша стал таким же, как и все мальчишки в этом возрасте. Дергал девочек за косички, бросался снежками и показывал язык, пробегая мимо. Светлые дни беззаботного детства в каждой человеческой жизни пролетают стремительно. И Лена с Лешей не были исключением. Три года прошли незаметно и в начале восьмого класса их дружба вновь окрепла. За лето Лена заметно подросла и стала на голову выше всех своих одноклассников, за что ее иногда дразнили дылдой. И вот однажды на физкультуре, когда учитель отлучился по своим делам, над ней снова начали смеяться. «А Ленка скоро потолок головой пробьет, и крышу чинить придется!» смеялся одноклассник Боря. Он был местным хулиганом, который нравился всем, без исключения девчонкам. Даже такой правильной пионерке Лене, которая без пяти минут комсомолка. Поэтому девочка расплакалась, а Леша вдруг резко встал на ее защиту. «А ты боишься, что ты ее по росту не догонишь, лилипут?» И дело почти дошло до драки, если бы не вернувшийся учитель, который прикрикнул на ребят, чтобы они соблюдали дисциплину. И с того самого дня Лену больше никто не обижал, а ребята снова начали ходить домой вместе. Летом перед девятым классом Лена впервые поехала в лагерь за проявленные успехи в учебе. И это время было незабываемым для нее. А еще ее наконец-то приняли в комсомол. Зинаида очень гордилась успехами дочери и старалась баловать ее подарками. Так, вернувшись домой, Лена получила в подарок очень красивый черный сарафан в горошек с юбкой, как у настоящих сказочных принцесс. В нем она выглядела совсем как взрослая девушка, изящная, высокая, с ровной прямой осанкой. Лето уже подходило к концу, и Лене уже не терпелось встретиться с Лешей и Машей. Так сильны были ее впечатления о лагере, что хотелось поскорее ими поделиться. Алексея было не узнать. За три месяца каникул мальчик обогнал девочку по росту, стал мужественным и казалось совсем-совсем серьезным. Сама того не понимая, Лена начала смотреть на него так, как раньше смотрела на Борю. Смущаясь, когда Леша замечал пристальный взгляд на себе во время уроков, она отводила глаза и щеки заливались ярким румянцем. Как-то раз после уроков они вместе договорились прогуляться в парке. Лена зашла домой переодеться в то самое черное платье в горошек, которое ей подарила мама. Совсем немного покрутившись у зеркала, она вышла на улицу, где ее уже ждал Леша. Увидев ее, сердце его замерло, а потом вдруг бешено заколотилась. Он неловко подал ей руку, и они вместе отправились к трамвайной остановке, находившейся неподалеку. Было видно, что друзья нервничают. Леша то и дело отводил взгляд, Лена теребила в руках свою длинную косу, а неловкое молчание лишь нагнетало обстановку между ними. Так и доехали они до парка, не проронив ни слова. Вечер был прохладным, а Лене так не хотелось портить наряд, пряча его под теплые вещи, что она не взяла с собой ничего, что помогло бы ей сейчас согреться. Девушка слегка приобняла себя за плечи, надеясь, что ей станет чуточку теплее. Алексей, увидев этот жест, снял с себя свой синий школьный пиджак и несмело накинул его на плечи Лены. Они остановились, девушка подняла взгляд на парня и неловко поддавшись вперед, чмокнула его в щеку. Невинно, совсем еще по-детски. Леша обомлел. «Лен, я давно хотел тебе сказать, но боялся. Ты мне очень нравишься». Сказав это, он вопросительно посмотрел на девушку, ожидая ее ответа. «Ты мне тоже очень нравишься», смущенно сказала Лена. Парень вдруг осмелел, выпрямился и произнес то, отчего девушка засмущалась еще сильнее. «А замуж за меня выйдешь, как исполнится восемнадцать?» Ответ не заставил себя долго ждать. «Выйду». Из уст таких юных подростков это предложение звучало совсем неловко и несерьезно. Однако это, наверное, было самое искреннее проявление любви. В этот миг улетучилось всякое стеснение, они открылись и были честны в своих чувствах друг к другу. До самого позднего вечера гуляли по парку, держась за руки, а когда пришло время прощаться, долго не могли отпустить друг друга из крепких нежных объятий. С того дня они не расставались, каждую свободную минуту проводили вместе. Леша водил девушку в кино и театры, они вместе ходили на дискотеки в местный дом культуры. Десять лет их школьной жизни пролетели незаметно. На дворе стоял теплый май девяностого года. В воздухе пахло скорыми переменами, но юных выпускников волновало только одно – хорошо сдать экзамены и, наконец-то, войти в по-настоящему взрослую студенческую жизнь. Лена решила поступать в местное училище и заниматься тем, что у нее получалось лучше всего – готовить. Да и что скрывать, делать она это очень любила, особенно для мамы и Леши. А вот парень до сих пор не знал, чем хочет заниматься. Алексей вернулся домой после школы, кинул на пол дипломат и сразу же рванул в комнату переодеться. Они договорились с Леной вместе позаниматься. Она все так же продолжала подтягивать парня в точных науках, которые ему совсем не давались. Теперь он уже бывал дома у Лены, и чаще всего в последнее время они занимались у нее в квартире. Следом за сыном в комнату зашла мать. «Ты куда собираешься? Опять к Лене своей?» – спросила она раздраженным тоном, сразу задавая неприятное настроение этому разговору. «Да, к ней», – сдержанно ответил сын. «А зачем спрашиваешь, если знаешь?» Мать тяжело вздохнула. «Но не пара она тебе! Не пара! Гусь-свинье не товарищ! Ну, где ты и где она? Я все жду и жду, когда ж ты наиграешься и о будущем своем думать начнешь!» Леша на мгновение растерял все слова, но опомнился и с обидой посмотрел на мать. «Мам, я на ней женюсь, вот мое будущее!» Он пытался сохранить спокойствие, чтобы голос его не звучал грубо, ведь все его детство родители кнутом и пряником воспитывали в нем уважение к ним в любой ситуации, какой бы обидной она ни была. «Леша!» всплеснула мать руками. Ей, как матери ее, суждено горшки таскать, да полы драить. Жениться он собрался. На босой нищете, какое у тебя с ней может быть будущее!» Сын не дал матери договорить, не сдержался. «Самое счастливое!» Он вышел из комнаты, а Ирина Сергеевна так и стояла в смятении, не понимая, что же она сказала не так. Ведь хотела для ребенка всего самого лучшего. В тот день Леша все рассказал Лене. Недословно, конечно. Девушка же сказала, что их любовь все переживет, и в конце концов они обязательно со всем справятся. С одобрением родителей или без него, совсем не важно. Но в душе ее поселились сомнения, и после прогулки вечером на кухне она поделилась ими со своей мамой. «Доченька, может, оно и правда того не стоит? Ну, ты представь, если его родители сейчас так настроены, то что будет после свадьбы? Они же житья спокойного нам не дадут!» Приговаривала Зинаида, поглаживая по голове плачущую дочь. «Так разве то, что мы бедно живем, это помеха для любви, для счастья?» Слезы катились градом из глаз, а голос девушки был хриплым и тихим. «Люди разные. Леша хороший парень, но видишь, как складываются обстоятельства. Но это только вам двоим решать, помеха это или нет. Если действительно любовь, значит, любое потрясение переживет». Май подошел к концу, а вместе с ним и школьная пора. Ирина и Анатолий, родители Леши, настояли на том, чтобы сын поступал в Московский институт, а жить он там будет у родственников. Такое решение они приняли после того, как узнали, что сын собрался жениться на неблагополучной лене. Отец поставил точку. Если отправить сына подальше, любовь эта обязательно пройдет. Тем более в Москве невест хоть отбавляй, обязательно увлечется другой девушкой. Однако самому Алексею они говорили, что это все для их же блага. Получат там хорошее образование, и свадьбу сыграют, и жить будет проще. Молодой человек не был в восторге от такого родительского решения, но доверился им, решив, что они все-таки смирились. Да и против воли властного отца в их семье идти было не принято. Стоя на перроне под гудки приближающегося поезда, он обнимал плачущую Лену, не хотел никуда ехать, однако, собравшись с силами, расцепил объятья. «Леночка, я обязательно сдержу свое обещание. Как только отучусь, сразу свадьбу сыграем, а пока я обещаю тебе письма каждую неделю присылать, и на лето приеду, вместе его проведем». Он поцеловал девушку на прощание. «Я люблю тебя и буду по тебе скучать». «И я тебя люблю, не забывай обо мне». Лена с трудом улыбнулась сквозь слезы, а парень прощался с родителями. Девушка еще долго стояла и смотрела на уходящий поезд, пока ее не окликнула Ирина Сергеевна. «Ты про сына моего и думать позабудь! Не пара ты ему! Гусь-свинье не товарищ!» Четко проговорила женщина свою излюбленную фразу. «Сама должна понять, тебе как матери твоей всю жизнь полы мыть суждено. Не лезь в успешное будущее, парня! Оставь его в покое, иначе жизнь ему угробишь!» И, не дожидаясь ответа девушки, молча, с высоко поднятой головой, отправилась в направлении выхода с вокзала. А Лена так и продолжала стоять, изумленная. Ей казалось, что все слезы она уже выплакала, и теперь заплакать сможет только очень нескоро. Девушка решила времени зря не терять, поступила, как и планировала, в кулинарное училище. Она не стремилась в большой город, хоть ее хорошие оценки ей это позволяли, так как всем сердцем любила место, в котором родилась и выросла. Да и мать ей оставлять одну совсем не хотелось. Письма от Леши приходили, как парень и обещал, каждую неделю. В них он писал, что столица уже полностью охвачена европейскими идеями, что он хорошо устроился и учиться в институте ему нравилось, а еще о том, как сильно скучает по ней. Несмотря на слова его матери, Лена отвечала на его письма, ведь в ее голове не укладывалось, как любовь может угробить жизнь. Однако с каждым днем Лена все меньше и меньше верила в счастливое будущее. А перемены в стране добрались и до их небольшого городка, да так, что каждый ощутил их на себе. Через школьную подругу Машу Лена узнала, что Анатолий Алексеевич, отец Леши, потерял свою должность в горосполкоме и дом они выставили на продажу. «Представляешь, как жизнь-то перевернулась, жили-жили, не то жили, и тут раз, и ничего изнажитого и нет». Маша злорадствовала, ведь она знала всю ситуацию с родителями парня и как они нехорошо обошлись с подругой. Они с Марией учились в одном училище и после занятий решили забежать в столовую, где сейчас сидели, разговаривая об этом. Леша на письма перестал отвечать. «Может, случилось что-то? Там же в столице вся история и творится, а до нас только отголоски доносятся». Лена переживала, искренне переживала и за парня, и за его семью, даже несмотря на то, что те ее недолюбливали. На столе стояли граненные стаканчики с чаем, а в столовой пахло пирожками. «Да ты уже и не узнаешь ни у кого. Родители его уехали куда-то. Может, кто-то и знает, конечно, но тогда тебе придется весь город расспрашивать». И девушка вдруг подумала, «Может, Леша встретил там другую, а может, уже и женился, а про нее решил навсегда забыть, поэтому и не писал». Эта мысль грузом повисла на сердце. Проблем с учебой у Лены не было. Она также успешно окончила училище, проходила практику в местной кулинарии, куда ее с удовольствием взяли работать после окончания. Набравшись нужного опыта, она начала в свободное время заниматься выпечкой. Пекла в старой дровяной печке булочки и пирожки. Сначала для себя, а потом в это вмешалась Зинаида и предложила их на рынке продавать. Купили тележку, пару термосов для чая и кофе. Дело пошло быстро. Девяностые принесли с собой много перспектив развития такого малого бизнеса. И продавцы, и посетители рынка каждый день с нетерпением ждали Ленину выпечку. Сначала с работы уволилась Зинаида, а потом за ней и дочь. Так и стали они заниматься только булочками и пирожками. И наконец-то денег на все стало хватать. Подумывали даже ремонт в квартире сделать. Да тут неожиданно на Зинаиду свалилось наследство. Умерла двоюродная тетка, и квартира перешла ей как единственной наследнице. Двухкомнатная, просторная, со всеми удобствами. Такая, о которой они когда-то только мечтать могли. переехали быстро, а старую стали сдавать квартирантам. Дело их росло, и четырех рук было уже недостаточно. Весь город знал про выпечку Лены. Наняли еще двух женщин, чтобы расширить территорию продаж. Теперь пирожки и булочки продавались и на вокзале, и в городском парке. Единственное, что тревожило материнское сердце Зинаиды отсутствие личной жизни у дочери. А у Лены и правда не клеилось, поэтому она с головой уходила в работу. После тяжелого рабочего дня, когда на завтра все необходимое было готово, мать с дочерью сидели на диване и смотрели передачу по телевизору, который приобрели совсем недавно. «Нам расширяться надо. Хочу открыть кулинарный цех. Не в квартире же мне всю жизнь печь?» Вдруг сказала Лена так, как бы между прочим. «Надо узнать, какие документы нужны, как все оформить правильно и помещение подыскивать пока». «Леночка, ну что ты все о работе, да о работе, я и внуков увидеть хочу». Зинаида редко поднимала эту тему, потому что видела, как не нравится дочери об этом слышать. Но сегодня вырвалась само собой. «Так надо же по любви, мам, а у меня ее нет, никому сердце и душа не лежит». Она врала, даже самой себе врала, потому что по-настоящему до сих пор любила своего Алексея. Столько времени прошло, а чувства никуда не делось. Елена и рада была бы отпустить и забыть, да не могла. Когда документы все были оформлены, как раз и помещение нашлось. Оно было скромным, небольшим, но ведь надо же с чего-то начинать. Закупили оборудование, наняли персонал, оставалось найти только уборщицу, чем Лена активно занималась. На собеседование к ней пришла женщина, которую Елена сразу не узнала. От былой красоты ничего не осталось. Вещи потрепанные, старые, лицо в морщинках, круги под глазами пролегли. Перед ней стояла Ирина Сергеевна, мать ее бывшего жениха Алексея. Та тоже ее узнала и спешно засобиралась уходить, понимая, что тут ей точно не будут рады. Останьтесь, Ирина Сергеевна, вы же работать пришли устраиваться, стало быть, личные обиды в прошлом, и гусю со свиньей здесь места нет. Я тут в первую очередь руководитель, мне сотрудники нужны. Девушка выглядела на самом деле под стать настоящей хозяйке бизнеса. Черный приталенный брючный костюм, волосы, собранные в аккуратную укладку. Она больше не носила косички, сменила их на строгая коре. Ох, Леночка, спасибо тебе большое. Ты прости меня, я такой дурой была, столько всего тебе наговорила, столько ошибок наделала, но кто ж знал, что вот так вот все обернется. Но было видно, что искренне жалела женщина только себя саму. Что случилось у вас? Поинтересовалась девушка из вежливости, а потом подумала, что ей на самом деле интересно, каким же бумерангом вернулась содеянная этой бедной женщине. После того, как мужа уволили, мы дом продали, переехали в Москву, в надежде, что сможем там жить, как раньше. А потом он нашел себе другую женщину помоложе и уехал за границу, а я ни с чем осталась. Пришлось вернуться назад. В столице с жильем совсем беда. Сейчас койку снимаю у знакомой старушки. Образования у меня нет, стажа трудового тоже, поэтому найти достойную работу тяжело, денег ни на что не хватает. А знаешь, я ведь всегда считала тебя хорошей девушкой, правда. Просто так хотелось, чтобы сын нашел невесту обеспеченную себе подстать, чтобы не был вынужден на себе все тащить. Мне оказалось, что так будет правильно, а вышло вот оно как. Когда Ирина Сергеевна заговорила о Леше, в сердце вдруг проснулась совсем невесомая надежда. «После того, как Толика с работы уволили, я написала сыну, будто бы ты гуляла с парнями разными по ночам. Ну, кто же знал, кто знал?» продолжала приговаривать она, а у Лены в голове будто пазл сложился. Вот оно что, вот почему писать перестал. Матери поверил, которая его от свадьбы отговаривала. Но девушка не собиралась обижаться. Время было тяжелое тогда, все всему верили, кто бы что не сказал, а тут родной человек такое рассказывает, как не поверить. «И как он сейчас?» Лена убрала выпавшую прядку волос с лица и вопросительно посмотрела на женщину. Ему родственники жену подыскали. Все как я хотела, обеспеченная, правда постарше, а он так сильно на тебя обиделся из-за моего письма, что взял и женился. Я сначала счастлива была, да только не могу больше радоваться. Несчастен мой сын в этом браке. Я у них пожить хотела, думала, найдут мне место в своей семье, а жена его злющая, строптивая, своенравная, говорит мне через пару дней, мол, погостила, возвращайся обратно. Вот и пришлось вернуться вновь сюда. Ой, Леночка, знала бы я, что все так будет, никогда бы с тобой так не поступило. Ты прости меня, если сможешь. И Лена простила, не любила она на кого-то держать обид, только на сердце неспокойно было. Все думала и думала Алеши. Как он там? Думает ли о ней спустя столько лет? Ведь не виноват он в том, что все так произошло. Но строгие принципы не позволяли ей лезть в чужую семью, какой бы она ни была. Поэтому оставалось только вновь уйти с головой в работу, чтобы вытравить мысли о парне из головы. Так как Лена была достаточно известным кулинаром в своем городе, ее приглашали на разного рода мероприятия и конкурсы. И вот на одном из таких она представляла торт по своему собственному рецепту. Он покорил всех членов жюри, и они единогласно решили, что девушка честно заработала победу. Пройдя отборочный тур в своем городе, ей предстояло лететь в Москву. Лето выдалось жарким и тяжелым. Лена постоянно работала, еще и этот свалившийся на ее голову конкурс, казалось, на отдых времени совсем не найдется. Однако Маша настояла на своем и пригласила подругу в кафе. Сейчас они сидели на плетеных стульях летней веранды. Антураж кафе напоминал ресторанчик на побережье какого-нибудь моря. Девушки редко виделись друг с другом. У Лены работа, у Маши семья и маленький ребенок. Времени на дружбу в таких хлопотах совсем не оставалось. Только редкие звонки по телефону и еще более редкие встречи. «Про тебя в местных новостях» говорили. «Так ты в Москву уезжаешь?» спросила подруга, перемешивая ложкой в креманке подтаявшие шарики мороженого. «Да я же ненадолго, поучаствую там в еще одном туре, похожу по мастер-кластам, мне кажется, это хороший толчок для моего дела». Устала вздохнув, ответила ей Лена. «Может, с Лешей попробуешь встретиться?» Вдруг предложила подруга, заставив девушку поперхнуться мороженым. «Ты что? Он женат! Ты же сама говорила, что мать его сказала, что несчастлив он в браке. А может, любит тебя все еще, вернуться мечтает. Ты же его тоже любишь, столько лет прошло, а ты до сих пор одна». Лена опустила голову, задумалась. «Давай эту тему поднимать не будем, если судьба, значит и так свидимся». Маша подругу услышала и ее просьбу выполнила. Начав безумолку болтать о своем маленьком сыне, которого оставила у матери погостить, о любимом муже, а Лена сидела и молча слушала, потому что кроме работы рассказать ей было не о чем. Поездка в Москву оказалась продуктивной. Девушка успела посетить столичные достопримечательности, думая о том, что Леша тоже когда-то бывал здесь, возможно, когда только приехал, а может быть и сейчас временами между семейными делами и работой приходит сюда. Московский конкурс она не выиграла, но совсем не расстроилась, ведь ехала только за продвижением и опытом, ни на что особо не рассчитывая. В аэропорт Лена приехала с чудесным настроением. Так хотелось поскорее вернуться домой, в свою уютную квартиру в родной и любимый город. За пару недель столица успела надоесть, и она искренне не понимала, как люди живут в этом огромном шумном мегаполисе постоянно. Конечно же, Лешу девушка не встретила. Глупо было надеяться на судьбу, ведь чудес не бывает. Однако, поднимаясь по трапу в самолет, она ощутила какое-то волнение в сердце, и стоило ей занять свое место у окна, оно только усилилось. Лена подняла голову и столкнулась взглядом с теми самыми родными и любимыми глазами. За годы Леша возмужал, стал серьезнее, и от того парня, которого Лена провожала на перроне в столицу, мало что осталось, разве что в глазах сейчас горел тот же юношеский огонек. Лена Голос лишь немного повзрослел, остался таким же знакомым, в нем чувствовалось искреннее удивление и радость. Парень был рад ее видеть. Молодой человек, займите свое место, не стойте в проходе. Их неловкую переглядку прервала стюардеста. Тогда Алексей закинул сумку на верхнюю полку и занял свое место рядом с девушкой. А может, чудеса все-таки случаются? «Привет», улыбнулась Лена. «Так много хотелось сказать и спросить, но из всех этих вопросов она задала самый банальный. Какими судьбами?» Кажется, молодой человек никак не мог поверить, что девушка перед ним настоящая. Ведь его тоже все эти годы терзали чувство тоски и одиночества по утраченной когда-то любви. Ведь кроме Лены Алексей никого в своей жизни больше не любил. Да вот, решил домой вернуться. Семейная жизнь не сложилась. Уже год как в разводе. А в Москве меня ничего и не держало. Разве что вот по работе проект закрыли, денег получил. Хочу теперь матери помочь и жилье свое купить. Как повезло нам встретиться сейчас. Я ведь ехал, думал в городе тебя искать придется. А как твои дела, как поживаешь? Он хотел спросить что-то еще, но осекся, будто боялся услышать ответ. За пять часов полета они не останавливались ни на минуту. Все говорили и говорили, а когда парень задал тот самый вопрос, который боялся задавать вначале, Лена ответила, что кроме Алексея у нее никого не было, сколько бы ни пыталась, ничего не клеилось. Рассказала про его мать и что работает она теперь у нее в цехе. В конце полета их обоих терзала тоска о том, сколько времени они потеряли. Леша решил разрядить обстановку первым. Он сделал вид, будто открывает коробочку с обручальным кольцом, замкнув две ладони и слегка согнув пальцы. «Лена, ты еще не передумала выйти за меня замуж?» Лена засмеялась и поняла, что им действительно нельзя больше терять ни минуты, ведь столько времени прошло в несчастьях и одиночестве. А теперь она наконец-то вновь чувствовала себя счастливой, как в беззаботные юношеские годы. Я согласна. Из аэропорта Лена и Леша сразу поехали подавать заявление в ЗАГС. Никто из них двоих не сомневался, что впереди их ждет счастливое будущее, о котором они мечтали все эти годы разлуки и точно знали, что больше друг друга не потеряют. создать крышевт 0 2 4 6 6 7 Продолжение следует...